Розница бумит? Так описал ситуацию на рынке розничного кредитования по итогам первого полугодия директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов. Останавливаться бум не собирается. Какие могут быть последствия и можно ли остановить кредитный бум, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Мы приняли решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,75% годовых и допускаем возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. С таким заявлением выступила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльмира Набиулина на Международном финансовом конгрессе в конце июня. Разберемся, с чем связано такое решение и при чем здесь кредитный бум. 1 сентября банки нарастили кредиты населению на 16% до 23,6 трлн рублей. В абсолютных цифрах это 3,6 трлн рублей. Больше, чем за весь прошлый и даже до пандемии 2019 год. Действительно, наблюдается слишком быстрый рост кредитования. Доходы граждан не поспевают за ростом кредитов. Это создает риски. Во-первых, опасен для самих граждан, поскольку они оказываются неспособными исполнять свои обязательства по взятым кредитам. Во-вторых, это может быть опасным. Пока речь о такой опасности, конечно, не идет, но при длительном кредитном буме опасность может грозить самим банкам. Также есть и другая сторона. Снижается уровень жизни. А вместе с этим и покупательская способность населения, потому что людям приходится выплачивать кредиты. Тем более сейчас задолженность граждан растет по всем видам кредитов и займов. Особо высокие темпы наблюдаются в области ипотечного кредитования. Это было и в прошлом году, и в этом году продолжается очень быстрый рост. Растут слишком быстро объемы и обычных потребительских кредитов, и автокредитов, и займов микрофинансовых организаций. Почему же люди все больше и больше продолжают брать кредиты? Все просто. Ставки по кредитам были снижены и стали более привлекательными. А сейчас проценты начали расти, что сподвигло людей быстрее оформить займ до возможного повышения ставок. Можно ли остановить кредитный бум? Центральный банк предпринимает ряд мер, которые направлены на охлаждение ситуации. Во-первых, это и повышение ставок. Во-вторых, это введение новых требований к коммерческим банкам по оценке кредитспособности и уровня задолженности для клиентов физических лиц. Это означает, что банкам будет сложнее выдавать высокорискованные кредиты заемщикам. Однако Центральный банк вовремя взял ситуацию под контроль. Так что опасаться перегрева пока не стоит. Джамини Баева, Софья Чугнова, Универньюз.